В Сарапуле у Александра Причалова состоялось совещание с руководителями промышленных предприятий города и предпринимательским сообществом. Мы собрались в первую очередь для того, чтобы от главы города Виктора Михайловича Шестакова услышать планы на 2022 год с акцентом на экономику. Но я хочу перед началом нашей встречи еще раз напомнить, что есть ключевые объекты, в первую очередь социальные объекты, объекты спортивной инфраструктуры, которые мы обязаны сделать в 2022-2023 годах. Глава Сарапула отчитался об итогах работы в 2021 году. Обсудили и план развития города на год 2022. В Липарине образование открытие IT-куба. В Сарапуле мы будем его открывать на базе техникум машиностроения информационных технологий, механических техникум, кому привычнее, создание двух мастерских в этом же техникуме по компетенциям. Поддержка будет по нацпроекту «Культура», оснащение музыкальными инструментами, метод литературы нашей школы искусств. Про дороги, как только у нас состоялись все конкурсные процедуры, я уже много-много раз говорил, но еще раз хочу обратить внимание. Мы подходим к комплексным делам на дороге микрорайона Южный поселок. Определены основные цели развития и на ближайшие несколько лет. По части строительства социальных объектов. Это такие объекты, как поликлиника и школа в районе Железнодорожного вокзала. Доведены лимиты на проектирование школы на 825 в районе Железнодорожный вокзал. Сегодня мы об этом абсолютно уверены. Мы ставим задачу, чтобы январь-февраль зайти уже в торговую процедуру по определению подрядчика, кто нам будет проектировать. И тот, и другой объект мы должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Важный для города объект физкультурно-оздоровительный комплекс «Позитрон» в районе Эликонт. Глава Удмуртии намерен завершить его строительство. Мы обязательно его завершим. Только что я начал день именно совещания на объекте. Мы начинаем строительно-монтажные работы в этом году. В первой декаде февраля я буду на заводе Эликонт. Мы такой большой-большой стенд поставим там, где будут четкие сроки до окончания строительно-монтажных работ и торжественного открытия. А в старейшей школе Удмуртии, бывшей женской гимназии, традиционным рождественским балом был открыт год образования в Удмуртии. Помимо того, что ваша школа – это живая история города, помимо того, что здесь потрясающая энергетика, на этике цифр мы тоже очень успешны. Я вот статистику посмотрел, по выпускникам абсолютно большинство, 11 классов, 85% поступают на бюджетные места в Удмуртии. Это базовая для нас задача и вообще с чего все начинается – это образование. Не случайно 2020 год образования. Он не только им использует материально-техническую базу, он, наверное, про новый современный формат. Опять же, для того, чтобы вы себя нашли в республике, в родном городе и могли реализовать ваши таланты. 15-й по счету рождественский бал в историческом здании Сарапульской женской гимназии начался с полонеза, где вышли на паркет юные пары. Более 300 человек приняло участие в юбилейном вечере музыки и танцев. В 2007 году в школе номер 15 была восстановлена традиция сарапульских балов, прерванная в 1918 году. Традиции нужно не только сохранять, но и приумножать. Очаровательные и прекрасные не только учащиеся школы, но и педагоги Сарапуа. Сегодня здесь, в 15-й школе, будет педагогический вальс. На паркет бального зала вышли учителя, руководители образовательных организаций города, первые лица Сарапуа и республики, открывая год образования в Удмуртии. Полонезы и вальсы сменяли мазурка и котельон, а также яркие творческие номера. Это невероятно пышный вечер, поистине торжественный и прекрасный, с очаровательными дамами и галантными кавалерами. С таким началом Новый год 2022 год образования будет ярким, полным новых впечатлений и свершений.